ребята ребятушки смотрите где я сейчас нахожусь открывая карту вот у нас карт вастен и я возле речушечки прогуляюсь бегу такой смотрю на ту сторону и ничего такого особенного да еще пробегая дальше сюда посмотрим опять же ничего крабик но если мы будем немножечко любопытнее и все-таки пойдем вон туда нет вот ну-ка 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 тут у нас крабики крабовые палочки корень нирна да что-то его тут не вижу но вместо корня нирна я нахожу что-то более ценное да это одно из немногих мест где появляется доэндрическое снаряжение на более высоких уровнях я не знал об не знал обалдеть доэндрический кинжал заберем сейф адепт и изумруд но скорее всего случайный лот мне вот очень интересно где этот корень нирна а если сделаем так и нырнем вот он где вот он я думаю вы уже узнали что это за квест битва при селитюде да война великая война если вы выберете сторону ульфрика бульвестника то по сюжету в самом конце будет битва при селитюде и возможно вы не знали что если вы возьмете и забьете на данный квест ну не хотите вы его проходить отправитесь проходить какие-то другие квесты но именно другие я имею ввиду темное братство да ребят как раз-то по темному братству когда вы дойдете до определенного квеста а именно пока смерть не разлучит нас до свадьба в селитюде то у астрид будет особой уникальный диалог смотрите ты из-за тебя началась осада селитюда клянусь ситисом все наши планы коту под хвост без того разгреби этот бардак потом поговорим и в принципе логично там же сейчас боевые действия какая черту свадьба да ребят но это и еще не все вы еще не начали проходить квест война вы сразу пошли проходить темное братство и дошли до квеста слава сетису это практически финал очка император skyrim вы должны его убить корабль появился но вы забиваете на данный квест пускай император живет и отправляетесь проходить квест война за ульфрика и по квест война в тот момент когда нужно будет выступать на солидюд ульфрик притормозит почему да потому что император skyrim почему это ульфрик притормозит а неужели струсит да ребята пока вы не пройдете квест слова сетису у ульфрика будет уникальный диалог какой а вот пройдите давайте без спойлера и узнаете ребятушки место крушения гордости тель воса возле него вот я тут как будто небольшой островок несколько мишек скорее всего на меня сагрится очень голодный хотя там дофигища мяса хоркера ну нафига я вам а я что такой вкусненький ну тогда до свидания наверно надоело и мясо хоркера и здесь ребята казалось бы ничего нет но если будете внимательней то вот тут есть нычка это не отмеченное место на карте и вам тут может выпасть даже эбонитовый топорик тут всегда будут топорики и всегда будет книга которая качает одна ручечку и это шанс ребята довольно редкий шанс и по-моему в игре нет никаких перков которые позволяют вам вот рандомно на высоких уровнях чтоб именно самое крутое снаряжение было я ранее думал что перк во взломе который называется охотник за сокровищами на 50 процентов больше шанс найти особое сокровище как-то на это влияет но нифига я сейчас так прохожу и также очень редко на высоком уровне появляется эбонитовая или доедрическая но появляется но по-моему точно также как и всегда но все равно как же приятно в скайриме найти такой приятненький бонус одна ручечка качнулась сколько сколько еще в скайриме неизвестного во время своих прохождений долгих прохождений я как правило не сильно обращал внимание на какие-то форты но форт фортом да обычно что там какие-то бандиты или изгои ты зачищаешь несколько сундучков и все и как-то как раз-то из-за этого я не сильно по ним бегал а стоило стоило друзья форт сангард интересный факт что сангард был город еще в дзе элдисклс один арена самая первая часть древних свитков ребят вот дорога вот тот самый форт тут у нас перекресток и как правило да случайная встреча сейчас погодите если да когда вижу майкла лжеца майк желает тебе всего наилучшего на некоторые вещи люди в скайриме смотрят более широко чем жители других провинций интересно на какие-то вещи майк слышал что дружить с тобой опасно особенно если ты в темном братстве да майк знает почему фалмеры слепые исчезновение двемеров тут совершенно ни при чем правда почему же ты не рассказываешь а майк ребятушки сразу вот здесь есть типа секретная пещерка вот она давайте зайдем как видите это форт но в эту пещерку желательно прийти не зачищая форт потому что можно получить плюшку легко и просто смотрите грибочки тут у нас новичок открываем и находим пещеру очень много убитых бандит кости что это камни как будто что-то обрушилась и действительно если посмотрим наверх как будто под ними провалился пол и не разбились рядышком книга которая качает нам карманные кражи вот почему сюда ну просто нужно зайти зачищая форт полезно также ключ ключ от тюрьмы форта сангард но что же там наверху чтобы попасть в эту локацию вы должны выйти за форт вот этот форт вот эта дверь и я почему-то никогда сюда может быть выходил но думал что ничего такого любопытного и вот эта башня на краю это подземная темница зайдем и осмотримся стол колонн кого-то пытали и действительно темница камеры можно выбраться наверх но наверху ничего кроме каких-то развалин и скелета кто-то тут погиб зайдем обратно обратим внимание на камеры они пустые только кровавое пятно почему-то никого нет но если мы спустимся вниз кошелка какая-то то обнаружим инструменты лопата кирки это самая яма которую мы видели в пещере и тут мы сразу все понимаем возможно пленники бежали и начали рыть подземный туннель но дарыли до пещеры потолок обрушился и не просто-напросто все разбились возможно это было в какой-то книге возможно это было в каком-то фильме если что-то такое помните напишите пожалуйста в комментарии но я никогда ну не находил этого вот играешь с карим и постоянно что-то новое находишь на фоне мой сынок ванюша ребят вот смотрите маркер а вот где я именно тут прячется небольшой неприметный лагерь изгоя вон они ребятушки можно конечно их так развалить но давай-ка мы их бешенством а пускай дерутся сами собой прячемся так вот они уже дерутся ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй девочка ушатала делаем так и готовы да вообще неприметный лагерь да тут есть сумочка алхимическая октоплазма язык есть мешочек и в принципе все но если будете внимательны то обнаружите здесь еще топор уровнивый топор ребят вплоть можно эбонитовый найти неплохая плюшка но это еще не все ребятушки если мы поднимемся вот на эту горку вот сюда то внизу обнаружим мишку да 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 вон он давай-ка мы его успокоим не там магия успокоения и ребята как вы поняли здесь можно взять ягоды можжевельника да 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 шучу мне почему не шучу есть ребятушки да это руины 2 эмирал немножечко и за ними прячется секретный сундучок чё-то там застрял который подарит вам уровневые плюшечки в зависимости от вашего уровня и талантов а теперь мы перемещаемся в загадочный город две миров маркарт в городе заходим в храм дебеллы вас сразу обламывают что нельзя сестры дебеллы общаются с ней но вот какая-то какая-то неведомая сила все равно все равно вас толкает вперед и внутри мне бы хотелось посмотреть каков храм изнутри к сожалению мы не впускаем мужчин во внутреннее святилище за совершенное преступление тебя ждет расплата и каково наказание обычно это быстрая смерть к счастью для тебя у нас есть дела поважнее стоило бы примерно наказать тебя но возможно ты нам еще послужишь смерть серьезно блин а мне вот очень-очень стало интересно а какое будет наказание если я буду девушкой давайте проверим переграл я этот момент за девушку и что это ты делаешь а просто хочу посмотреть к сожалению мы не впускаем непосвященных во внутреннее святилище за совершенное преступление тебя ждет расплата непосвященных и каково наказание обычное тарабское служение да девушкам немножечко попроще что принципе логично для этого храма ну что ребят чтобы мы не понесли наказание мы соглашаемся на поручение и запускается квест сердце дебеллы мы должны к ним привести маленькую девочку пророчицу отправляемся в маленькое поселение карт в астон и тут узнаем у ее отца ужасную новость оказывается изгои сломанной башни выкрали девочку мы отправляемся туда отец хочет нам помочь но мы оставляем его потому что нам еще придется следить чтобы его не убили в локации сломанная башня поднимаемся на самый верх и уничтожаем все кто нам мешает на вершине башни будет мощный маг вересковое сердце забираем его сердце и освобождаем девочку вышли с крепости и теперь отправляемся по маркеру в храм дебеллы в маркарт но друзья возможно вы не знали что если вы перед тем отправитесь в карт вастен да у отца девочки будет уникальный диалог о котором вы возможно не никогда не знали твоя дочь нашлась пьетра пьетра милая они тебя не обидели нет конечно я крепко духом молодец дочка ты знаешь куда тебе надо идти меня отправляют в храм в маркарте я я больше не буду жить с вами твое назначение большая честь для нас этот человек отведет тебя в маркар ты готова конечно если бы не ты она бы не спаслась от изгоев как хорошо что дебелла прислала тебя на помощь мелочь но черт возьми приятно потом отводите девочку в храм и получаете талант будете наносить больше урона противоположному полу бывает возьмешь сладкий рулет а стражи это как-то не очень нравится и начинаешь убегать особенно почему-то в рифтоне очень много стражников прям невероятно много но ты вспоминаешь что ты с гильдии воров и знаешь где скрыться давайте какой-то обманный маневр офигеть быстренько открываем открывайся открывайся бегут и спасся но и тут то было офигеть им пофигу да ребята стража в рифтоне просто пофигу они забегают в убежище и всех разваливают вот это спрятался вот это вот спрятался я думаю ребята с гильди потом мне скажут спасибо что я в их тайное логово привел всю всю стражу рифтона ребята так не делайте следующая интересная вещь которую вы возможно не знали вы знаете что есть эмоции когда кто-то на вас нападает эмоция злости да да кстати когда-то делал видео эмоции раз всех раз если не видели загуглите найдите и кстати ребят только у коджитов во время этой эмоции меняется не только лицо как у всех но еще и уши ребята уши сворачиваются назад как это делают в реальности коты когда дерутся или что-то не нравится знаете долго гладишь кота гладишь и видишь он ушки назад складывают так смотрит на тебя сейчас лапой как даст да только коты только коджитики могут таким похвастаться я думаю я думаю вы знаете что в игре скайрим можно удочерить или же усыновить тебе что-нибудь нужно пап ребенка когда-то давно я делал видео дети скайрима если не видели ссылочка в описании но ребята я кое-что забыл вам более подробно рассказать я думаю вы знаете что через время любой ребенок может привести в дом питомца и честно говоря я создал свой топ 5 детский питомец те что мне попадались ну очень часто и очень редко и самый частый как мне кажется это кролик как пушок интересный факт что имя вы никогда не увидите только если вы сагрите магией его или же убьете потом можете прочитать что его зовут пушок 4 место в моем топе по редкостей питомцев занимает крабик клешня ну детишки тоже довольно часто его приводят ну лично в моих прохождениях ну вот ребята смотрите видите я подхожу и имя не отображается но если мы прости крабик подходим и видим что клещ вообще клешня странненько ух ты колечко красная лисичка под кличкой кит на третьем месте моего топа а вот снежная лисичка под кличкой бикс более редкий гость у детишек и второе место моего топа и первое место по самым редким питомцев детей как мне кажется но лично в моих прохождениях это злокрыс под кличкой кусака да ребята ребенок может привести злокрыса а напишите в комментарии какой для вас питомец детей самый редкий дополнение дополнение данвард вы выбрали сторону вампиров только только прошли обучение и вышли в замок со всеми поздороваться и сразу герою попадаются два персонажа которые явно друг друга недолюблют и первый это норд вампир орти эльф а второй вампир эльф по моему высокий венгальма они постоянно постоянно друг друга подкалывают ну вот смотрите и где же ты был венгальма целый день просидел уткнувшись в книгу ха-ха-ха-ха-ха-ха орти эльф ты меня удивляешь я и не подозревал что тебе известно что такое книга попридержи язык эльф советую поаккуратнее выбирать с кем пикироваться мой неотёсанный друг последняя аудиенция у нашего лорда венгальма был слишком занят плетением заговоров против него мм что какая аудиенция мне ничего не сказали а ясно я то просто подумал что он послал за нами обоими какая неприятность для тебя ох уж эти дворцовые интриги и в первый раз мы подходим к орт эльфу привет тебе что-нибудь нужно как здорово видеть новые лица особенно если у новичка не острые уши между нами говоря их тут слишком много развелось нельзя им доверять совсем нельзя хочешь совет держись подальше от венгальма и его интриг он хочет заполучить рон и убьет любого кто перейдет ему дорогу и тут то мы понимаем что он явно недолюбливает эльфов да ты не доверяешь венгальма нет конечно он же эльф он влезет к тебе в доверие заставит тебя потерять бдительность а потом использует и выбросит как тряпку будь на чеку рядом с ним и возможно вы не знали что если вы в первый раз к орт эльфу подойдете за высокого эльфа хотя мне кажется за всех эльфов то у него что принципе логично будут другие диалоги привет тебе еще один эльф шкурой чувствую как венгальма примеряется к тебе хочет понять друг ты или враг он тебе про меня столько напоет и какое я чудовище и почему мне нельзя доверять попомни мои слова это его надо опасаться он тебе глотку перережет не моргнув если это хотя бы на шаг приблизит его к трону ты не доверяешь венгальма нет и тебе тоже не следует да да он твой сородич и все такое но он думает только о себе будешь думать что вы с ним лучшие друзья а потом раз и его клыки вопьются тебе в шею во время прохождения скарима бывают такие вот неприятные моменты когда ты сохранился а тебя обыкновенно просто сразу убивают ты загружаешься и сразу умираешь загружаешь и сразу умираешь а прошлое сохранение ну очень далеко и как же быть да думаю теперь там никого нет ну как так опять загрузимся да да мгновенно но есть выход ребят как только происходит загрузка нажимаем тильда и тогда есть шанс выжить потому что если ты нажимаешь консоль то загружение идет быстрее понимаете потому что загрузка тратит парочку секунд и вас успевают убить так ты открываешь консоль и быстро быстро мгновенно залетаешь в меню теперь есть возможность отхилиться если конечно у тебя есть зелье вау 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 или убежать ой не то не то не то но есть шанс есть ребятки но это работает на пк друзья на playstation или xbox ах увы такой кнопочки нет хотя может быть есть другая хитрость напишите в комментарии отправляемся в локацию разделенные башни именно здесь будет довольно много изгоев за зачищаем заберем сердце также заберем ярость красного орла и читаем дневник обряд красного орла теперь мы отправляемся в локацию под названием каирн мятежника рядышком отсылочка на меч короля артура но мы заходим как только зайдем практически сразу практически сразу мы обнаружим пьедестал в который нужно вставить меч вокруг кровь опа и дверь открылась но мы туда не спешим мы немножечко присмотримся к этому мечу достанем магию и если мы погреем этот меч он превратится в бадью в ведро что-то это мне напоминает донсарский музей сила весула да ребята бадья или локация озерный утес финал квеста запретная легенда с частями амулета как мне писали в комментарии оказывается таких вот превращений намного больше три ведра вот вот теперь в квесте красного орла блин ребят давайте вместе еще искать такие вот секретные ведра или спрятанные бадьи погодите а проход открыт а если я сейчас пройду эту локацию и одолею босса одолели красного орла и понимаете теперь там должен быть меч с более мощным зачарованием и что будет ведро ведро с более мощным зачарованием ладно нет ребята меч на месте ведра нет но если мы сделаем вот так вот а меч забрать нельзя типа все свой артефакт ты превратил в бадью и бадью нельзя забрать лучше так не делайте и вер вот как вы знаете в этом небольшом поселении есть магазинчик магазинчик у которого проблемы да у местного торговца украли золотой когать мы с ним общаемся и он просит нас помочь его вернуть мы соглашаемся после того как мы соглашаемся Камила его сестра вызывается нас провести недалеко до моста из города надо выйти по мосту дорога на северо-запад ведет в гору прямо к ветреному пику думаю мне надо возвращаться к брату он будет рвать и метать если я задержусь такой ребенок и если вдруг после того как Камила нам показала дорогу шла обратно спотыкнулась и ну неудачно упала то есть погибла у Лукона после того как вы найдете коготь есть что сказать будет немножечко другой диалог золотой коготь у меня спасибо спасибо как бы мне хотелось чтобы и Камила увидела это вот возьми это награда за помощь ревервудскому торговцу все. Давай-ка посмотрим, что у нас. Горундовое жило. Хорошо. Срабатывает автоматический режим. Конечно, можно и взять в руки, так и побыстрее. Но я обратил внимание, с автоматическом режиме больше шанс, что нам выпадет особое сокровище. Смотрите, бриллиант выпал. А вот я нашел, например, железную жило. Ну-ка, давай посмотрим, может быть, тут будет тоже какое-то отдельное сокровище. Конечно же, я рекомендую сохраняться перед тем, как добывать, потому что это шанс. Он может быть, а может не быть. О, смотрите, сапфир. И прям сразу вспомнилось место под хижиной фроки. Есть корундовое жило, и там прям торчит бриллиант. Его можно просто взять рукой. Я вам показывал, да? Ребят, и вот представьте, с любой, с любой жилы, если вы перед ней сохранитесь, вы можете получить какой-то рандомный драценный камень. Друзья, я думаю, вы не раз в норбских курганах встречали вот такие вот тумбочки с нажимными пластинами. На них, как правило, ложили разные плюшечки. Книги, оружие или же зелье. И как только ты берешь, опа, прикольно, берешь, ну тут смертельная ловушка. И есть способ обойти эти ловушки. Что нам понадобится? Какая-то мелкая, какая-то мелкая вещь. Ну, например, маленький крошечный камень душ. Мы его берем аккуратненько и заносим сверху. И кидаем. Зелье падает или какая-то вещь. Потом забираем его и ничего не срабатывает. Думаете, единичный случай? Проверяем еще раз. Вот тут кохоть лежит. Ребят, теперь возьму какой-то, ну вот, изумруд. Любой драгоценный камень. Опять же, заносим сверху, кидаем, забираю и камень забираю. И все. Камень. Я сейчас поднимаюсь. Локация, которая называется Оплот Потерянная Долина. Или же прыжок Барда. Но мы не спешим подниматься. Мы смотрим вниз и видим какой-то островочек. Хм. Такие вот вещи всегда меня притягивали. Как будто, знаете, там что-то может быть. И действительно, друзья, тут спрятали секретный сундучок. Случайным лутом. С моими талантами неплохой сундучок. Каждый раз, каждый раз я узнаю об этой игре что-то новенькое. Какую-то мелочь, но черт возьми. Это Скорим. Он бесконечен. Ребят, давайте вспомним. Хотя что-то вспоминать. Самое первое. Самое первое посещение в прекраснейший город Солитюд. Я думаю, вы помните. Я думаю, вы помните, что омрачило ваше впечатление о данном городе, да? Да. Казнь. Рогера сейчас казнят. За то, что он, будучи стражей, открыл ворота Ульфрику. Но, ребята, до сих пор мне ребята довольно часто пишут в комментарии. Вань, а проверь-ка, что будет, если мы просто-напросто не будем посещать город Солитюд? А сразу отправимся в город Винхельм. И вступим в ряды, братья бури, и пройдем все квесты войны. Финальный квест войны это осада и захват города Солитюд. И таким вот образом казнь просто испаряется. Ее нет. Но мы захватили город, подождали где-то в другой локации дней 10, возвращаемся. Кстати, броня Тулия на девочке смотрится очень-очень эффектненько, да? Такая генеральша. И теперь, друзья, вы подходите к любому стражнику. Эта фраза будет сказана только один раз. И все. И слушайте, что он скажет. Жаль, Рогвера казнили до нашего приезда. Падайте, сэп. Мы сразу за Вайтраном. Вот Драконий Предел и Белая Сторожевая Башня. Если мы сюда придем в первый раз, то в любом случае мы будем наблюдать сцену нападения. Нападения бандитов на эту Сторожевую Башню. Вот они. Поможем. Один готов. И остальные тоже уже готовы. И в принципе, ничего такого необычного. Стража. Есть сундучок. Но это воровство. Ай-яй-яй-яй-яй. Оружие тоже брать нельзя. Постой. Я тебя знаю. Ну, может быть, из-за того, что я видео снимаю наскоренчик, а? Может быть. И в принципе, больше ничего такого необычного. Но, ребята, если мы немножечко осмотримся и прыгнем вот сюда. Будешь во экране дурить? Я тебя лично в подземелье упрячу. Хорошо. Да, ребята. Вот только недавно я узнал, что здесь есть еще секретный сундучок. Который можно спокойно лутать. Самый первый уровень. И первым делом, конечно, нам понадобится примерно 350 монет. Это не проблема. Сразу же отправляемся в Солитюд. В городе недалеко от Синего Дворца встречаем Дервянина. И запускаем квест. Безумный ум уши Агарата. Без проблем можно пройти квест на первом уровне. И получить невероятный артефакт. Посох в Абадже. Желательно проходить без брони. Так вы максимально быстры. Ну, конечно же, вы можете взять знак коня, который находится где-то здесь. Надетая броня не замедляет вас. Теперь на повозочку и отправляемся в Рифтон. От Рифтона придется немножечко пробежаться вот сюда, друзья. Именно здесь есть пещера. Которая называется Щелкающая пещера. И в самом начале ее можно очень быстро забрать невероятно крутой посох. Который называется Посох Паралича. Он лежит вот здесь. Самое главное успеть убежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, убежать можно. Просто теперь выходите и все. Получили лучшее оружие для мага. Теперь в повозочку. И отправляемся в город Виндхельм. До Кивиндхельма. Отправляемся на Солстейм. Понадобится 250 монет. На острове придется немножечко пробежаться. И находим локацию, которая называется Бенкангерик. Заходим. Ребята, ни с кем драться не нужно. Только бежать. Только бежать. У вас получится. Пробуйте. Труднее всего будет в конце. Почему? Да потому что вы тут должны будете открыть решетку. Очень-очень быстро. Для этого смотрите. Тут у нас первый не меняем. Второй два раза. Рыба. Тут также два раза. И один раз последний. Все. Старайтесь сделать максимально быстро. Откройте решетку и... Ай-яй-яй-яй-яй, ничего не берите. Просто зайдите и хельтесь. Все. Можно выдохнуть. Сохраниться. И... Влетаем. В черную книгу. А покрив проходите точно так же. Ни с кем не сражайтесь. Но до определенного момента. Но мы до этого дойдем. Если есть возможность, обязательно, ребятушки, забирайте камни душ. Они помогут вам перезарядить ваши посохи. Самое сложное в конце. Мы уже видим. Видим черную книгу. Вот она, ребятушки. Но, чтобы ее получить, мы должны победить. Очень мощное существо. Это луркер. Перед ним сохраняемся. И... Сначала паралич. И теперь в оба джекам. Есть шанс, что существо умрет мгновенно. Или превратится в сладкий рулет. Или в монетки. Или понемножечку уроном. Просто домашьте. Стан. Или крабик, да? Вау! Вот, друзья. Вот, сладкий рулет. Шикарно. И теперь, ребятушки, открываем дверь. Ну-ка. И получаем, получаем талант черной книги. Знаете, что я заметил? Какую-то странную вещь. Дело в том, что я проходил за девушку. За эльфийку. Но всегда. Всегда. Всегда, когда я проходил за мужчину, тут нужно было убить еще одного луркера. Серьезно. То есть, ты опять начинаешь бежать и поворачивается проход вправо. Я вам даже покажу. Смотрите. Я только что выбежал вот отсюда. Угу. И должен был выбежать вот отсюда, тоже активировав вот этот рычаг. Но почему-то, если вы играете за девушку, то вам немножечко проще. Мне сразу стало интересно. Так, так, так. Погодите. А это что, во многих квестах так, или только здесь? Если что, напишите в комментарии, но я этого ранее не знал. Хм. Да, ребята. И именно тут мы получаем лучший талант. Это черный. Черный рынок вызывает Дримору торговца, с которым можно торговать. Да, ребятки. И теперь в талантах... Торговец. Новый смертный желает заключить со мной сдел. Жду с нетерпением. У которого раз в двое суток будет 2000 монет. Плюс какое-то зачарованное оружие или же броня. И с уровнем эта броня будет улучшаться. Улучшаться. И еще раз. Мне так нравится. Улучшаться. Билд Гайд. Самый сильный иллюзионист. Если еще не видели, ссылочка в описании. Оцените потом. И перепройдите Скайрим заново. Ребят, я думаю вы узнали данную локацию. Это гробница Хилгрунда. Да, обычно я проходил и бежал дальше. Но не знаю почему, вот недавно, ну, наверное из-за того, что это очень редко бывает, я бежал именно отсюда обратно. И обратил внимание, что туда, и там еще сверху камни, оказывается можно забраться. Забраться, и я уже что-то вижу. Обалдеть. Да, Скайрим, как всегда, припас тут секретик, о котором я не знал. Ребята, как? 48 монеток, небольшая нычечка и средний по уровню сундук. Как Скайрим умудряется скрывать столько секретов? Между прочим, мастер. О как. Попробую. Я думаю, вы прекрасно знаете, что в Скайриме есть персонажи, которых невозможно убить. Некие важные NPC. Седобородые, определенные ярлы, ульфрик, тули без определенных квеста, вообще никак. Они упадут на коленку, поклыгают, встанут и все. Они бессмертные. И по идее, это правильно, чтобы мы не наломали дров. Но между прочим, хочу напомнить, что в The Elder Scrolls 3 Morrowind можно было убить практически всех. И из-за этого мог вообще провалиться основной сюжет. Знаете, это более хардкорно, и может быть даже это более правильно. Ну вот, например, смотрите. Братья Бури, лагеря или имперские. Ты выбрал какую-то сторону, ты нашел какой-то лагерь. И всегда капитаны будут бессмертны. Просто отдохнут и будут парить. Парить, парить тебя. Но, ребята, есть способ, как, ну не уничтожить главных NPC, а выключить, чтобы они вам не мешали. Да, вы знаете, что в Скориме можно создавать вещи на повышение навыка. Нас интересует алхимия. Перчаточки, обручили, шлемы, кольца и ожерелья. У меня как раз-то, смотрите, каждая вещь, созданная вами, зелье на 27% сильнее. Можно поднять не выше, 34, 35, я вам показывал, но не суть. Ребята, смотрите. Вкратце, вкратце, для тех, кто забыл, напоминаю. Инредиенты. Сиродинский лопатохвост. Ищите в водоемах. Мне кажется, проще всего найти его. И соль. Ну, это вообще элементарно. Повышение навыка восстановления. Данная зелья просто мега имбова и может сделать вас богом. Но нам сейчас не это нужно. Ребят, создали, да? Вышли. Включили свет. Ну, это так, не обязательно. Снимаем наши вещи на повышение навыка алхимии. И заходим выпить. 125%. Хорошо, выпили. Хорошо пошла. Опять же одеваем и опять залетаем в алхимию. Так, так, так. Восстановление и эффект уже 463%. Да, ребят, каждый раз эффект будет расти. Расти, расти и еще раз расти. Главное делать вот эти вот простенькие действия. И тогда вы получите очень высокие. Смотрите. Параметры. 2394. Создаю. И еще пару раз и получаю вот такую вот цифру. Выпиваем. И смотрите, ребят. Когда вы будете создавать восстановление, но будет минус, это значит достаточно. Потому что потом будет обратный негативный эффект. Паралич. Бесовский гриб. Болотный стручок. Все ингредиенты, которые обладают параличом. Да, просто-напросто. Создаем паралич на 1 миллион 850 547 секунд. Напишите, сколько это будет в сутках, а? Ребят. Создаем. И наносим на оружие. Я к паралича. Как говорится, отключаем надолго. На очень-очень долго. Он не умер, но так же никак не реагирует. Даже, по-моему, можно на ручки сесть. Ребят. А ну-ка. Подождем сутки. Подождем вторые. Подождем третье. Опять же, остров Солстейм. Смотрите, где я сейчас. Одно из самых опасных мест на острове. Ребята, это заснеженные руины. Да, я думаю, не стоит напоминать, какие ужасные монстры тут живут. И чтобы пройти эту локацию, просто вам нужно очень быстро, очень быстро их уничтожить. Иначе будет больно. Очень больно. Да, это медведи-оборотни. И как только вы сюда придете, сразу... Блин, эти ребята охраняли какой-то алтарь с костями и все. Хотя я когда-то вам показывал, что если вы нырнете, то найдете сцену, беднягу привалило и камнем, и сундуком. И тут простой сундучок. Но! Вот чувствуется, что как будто что-то... Ну, не может быть все. Ребята, мы должны вот сюда пойти и включить скалолаза. Да, в Скайриме вы можете немножечко поскалолазить, если будете просто частенько прыгать. Вот сюда. На изгибах текстуры персонаж подпрыгивает. И вы забираетесь выше. И смотрите. Вот. Да, тут всегда был спрятан наверху огромный уровневый сундучок. Ух ты! Звезда Меридия что-то забыла. Денюшки, камушки и... Ой-ой-ой-ой-ой. Прекрасные города Скайрима. И если мы нарушим закон в них, то мы попадаем в тюрьму. Что в принципе логично. Нарушил закон, отсиди срок. Такая же тюрьма и в Салетюде. Также в Рифтоне. В городе Винхельм. И также в Маркарте. Ну, конечно, в Маркарте тут шахты. Тут уникальный квест. Также я об этом делал видео. Но, тем не менее, в городе тюрьма. И точно так же практически в каждом маленьком поселении. Ну, или ты отправляешь в большой город. Но, ребята, возможно, вы не знали, что в городе Винтерхолд, если ты нарушишь закон... На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Сдаюсь, веди в тюрьму. И обратите внимание, что скажет стражник. Веселых посиделок в Холодной. В Холодной? Да, друзья. В Винтерхолде. Уникальная тюрьма. Холодная. Холодная. Ледяная пещера. Наша тюрьма. И обратите внимание, что нет стражи. Нас охраняет. Ледяной Атронах. Выбираемся. И уничтожаем его. Между прочим, этот ледяной Атронах будет появляться здесь каждый раз, как только вас будут отправлять... Да-да-да-да-да-да, в тюрьму. И таким вот образом вы неплохо так сможете фармить морозную соль. Да-да-да, каждый раз. Но, ребята, как только вы выйдете, вас будут ждать сюрприз. С ниоткуда. На вас нападут еще три... Атронаха. Да, когда-то давным-давно я показывал вам это место. Вот аж где я. А вот коллеги. Когда было видео сбежать со всех тюрьм Скайрима. Скайрима. Тумы. Циклон. Перезарядка 60 секунд. Безжалостная сила. 45. И вот порой... Хочется, играя в Скайрим на ПК... Плейстейшн, Иксбокс, Нинтендо... Разно другие устройства, немножечко большего. И тут-то приходит на помощь... Удивительное зелье, повышающее навыка восстановления. Как получить такой процент, я вот недавно показывал. Но сейчас напомню. Ребята, выпиваем. И выпиваем еще раз. И тут, прям сразу, 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 захотелось одеть амулет Талоса. Время между криками снижено на 20%. Но что-то мне подсказывает. Процент там слегка поменялся. Малость, ну самую малость. И... Давай-ка мы это вместе проверим. 45 секунд нужно ждать. А может быть я не хочу. И по-моему... Крики работают. Без... Перезарядки. Любые. Циклон восстанавливается минуту. А сейчас же он... Сразу восстанавливается, ребята. Заходим в крики и смотрим. Безжалостная сила просто в минус ушла. Циклон также в минус. Итак, все... Все, ребята. Абсолютно все крики. Без... Конечное. Но вы, конечно, можете мне сказать. Вань, слушай. Но зелье вообще-то работает только 60 секунд. И я вам скажу. Да. Работает только 60 секунд. Но вы этим пользуетесь бесконечно. Просто бесконечно. Вот я подождал 2-4 часа. Эффект зелья давным-давно закончился. Вот я куда-то переместился. Опять же прошло какое-то время. Пробую использовать опять циклон, которого перезарядка. Минуту. Как видите, все работает. Будет работать бесконечно. До того момента, как вы снимете амулет Талоса. Знайте. Ребята, поляна предков. Именно здесь растет горноцвет. Он немножечко другой. Он желтый. Ребята, нафармить можно очень много. Обновляется раз в 10 дней. Главное, ждите не в этой локации. И прикол в том, что именно у желтого горноцвета, которого тут просто завались, если мы зайдем в ингредиенты, то, да, повышение навыка восстановления. Вообще изи. Его фармить плюс соль, которую можно купить или найти во всех городах Скайрима. Без проблем. Это намного проще, чем сиродильский лопатохвост, который нужно искать, понимаете. Более трудно найти. И другие ингредиенты тоже более трудно. Самый быстрый фарм это желтый горноцвет, который растет только тут, по-моему, и соль. Вкратце напоминаю, всего лишь 5 раз. 5 раз создаем зелье. Ингредиенты. Соль. Желтый. Восстановление. Вуаля. Снимаем вещи на повышение навыка. Заходим в зелье. Выпиваем. Одеваем. Более подробно, ребят, видео. Ссылочка в описании. Теперь перемещаемся в коллегию Винтерхолд. Зал достижений. И старый знакомый. Возможно, нам удастся прожить еще несколько десятилетий без катастроф. Было бы славно. Арнил Гейн. Я работаю над очень важным проектом. Уверяю тебя. Квест или же квесты. Проект Арнила. Как только вы поступите в коллегию, конечно, взять их и пройти не получится. Он выдает постепенно. Постепенно эти квесты по ходу прохождения основного сюжета коллегии. Не, если, конечно, вы прошли коллегию, то можете к нему обратиться. Он подряд выдаст все квесты. Вы пройдете и в конце. Помимо артефакта Разрубатель и невероятной отсылочки на The Elder Scrolls 3 Morrowind, вы получаете уникальную магию колдовства. На которую почему-то многие не обращают внимания. Я тоже как-то, ну, не сильно обращал. Вызов тени Арнила. Призывает тень Арнила Гейна на 60 секунд в точку, в которую указывает заклинатель. Обратите внимание, что нет вообще затрат маны. Вообще нет. Это уже не магия, а какой-то талант. Но преимущество в том, что вы можете кастовать его сколько хотите. Длительность, ребята, только минута. Еще один удивительный факт, что даже если вы качаете колдовство, ничего не влияет. Ничего его не усилиют. И не делает его дольше. Ребята, но я нашел, что делает пребывание его в Скайриме дольше. Ребята, во-первых, вы должны быть вампиром. Во-вторых, качаем восстановление на 70 уровне Некромага. Да, все заклинания более эффективны против нежити. Когда вы нежить, вы на 50% создаете более мощное и длительное заклинание. Некромаг действует прям на все. Я когда-то об этом рассказывал. И теперь смотрите. Я кастую. Заходим в активный и Арнил призывается уже на полторы минуты. Засекал. Тут показывается на минуту. Ну вот смотрите. Немножечко подождем. Заходим. Опять же минута. Да, полторы минуты. Но, ребята, это еще не все. Можно еще увеличить его пребывание в Скайриме. Для этого мы отправляемся в зелье. Зелье колдуна. Заклинание колдовства сильнее на 100% в течение 60 секунд. А вы же знаете, что данное зелье... Такое зелье можно найти. Но можно и создать зелье с более высоким показателем. Выпиваю. Призываю. И он призывается уже на 3 минуты. А точнее 3 минуты и, по-моему, 24 секунды. Конечно же, вы можете спросить у меня. Вань, а зачем ты это показываешь? Минута, 3 все равно у него урон вообще мизерный. Он использует какие-то заклинания молнии и никаких диалогов. Ребята, смотрите. Просто смотрите. Эбонитовый воин. Один из самых мощных боссов в игре. Скайрим. Между прочим, убивает меня сейчас с одной тычечки. Смотрите. Настройки игра Легенда. Окей. Хорошо. Теперь. Выпиваю. Вызываю. Еее. И выключаю. Агры его. Самое главное, нужно немножечко отбежать. Скорее всего, попаду под раздачу Крика. Но. Руда! А нет, нет. Еще не отвлекся. Ребята. Огромнейший потенциал. Нашего призванного компаньона в том, что он, по сравнению с любыми другими компаньонами, будет сражаться против Эбонитового воина на протяжении всего времени. Любой другой компаньон просто-напросто упадет на коленку через 20, максимум 30 секунд. А этот будет стоять, ребята. Он не восприимчив к урону. А вы в это время понемножечку с далека, с лука, с магией, с арбалетом разваливаете любого врага. Самое главное, следите, ребят. Самое главное, еще две минуты. Еще две минуты будут отвлекать. Ну, разве это не лучший компаньон? А вот это вот я не знал. Мой подписчик прислал мне интересную находку в локации Лабиринтиан. Напоминаю, что внутрь нас спустят только по главному квесту коллегии магов. Квест-посох Магнуса. Я помню, даже специально тут искал что-то необычное, понимаете? Вот, кстати, это башня. Смотрите, карта. И вот здесь. Находится прямо в пещере башня. Вот она. Вот. Видите? Это главный ориентир. И нам нужно вот сюда. Водичку. Ныряем. И тут мы обнаружим. Ага. Малахитовая руда и золотая. И рядышком видим скелетика, которая придавила камнями. И, по-моему, он к чему-то тянется. Этот бедняга тянулся за колечком. Между прочим, оно золотое и с бриллиантом. Самое дорогое. Вот такая вот история. Наверное, нырнул, увидел колечко, но его привалило камнями. Или же это его кольцо. Оно просто соскочило, когда его привалило. Не знаю, но все равно, как же приятно находить такие вот приятные сюрпризы с Кариме. Ребята, я до сих пор, я до сих пор что-то новое нахожу для себя. И стараюсь вам это показать. Смотрите. Это Аван Чинзел. Вот у нас Рифтон. В данную локацию можно попасть, по-моему, с 14 уровня. Но даже с 1 уровня можно зайти вон туда и пособирать двемирский металлолом. Потом его переплавить. Это показывал, рассказывал. Врагов не будет. Очень странно. Но сейчас я нахожусь вот на этой платформе. Там вторая платформа, вход там. Но нам нужно вот сюда. Забираемся. Вот, вот так. Вот можно. Без проблем, даже без лошадки. И тут, тут как будто какая-то тропа. Как будто какая-то скрытая дорога, которая ведет в горы. Ну, давай заберемся. Есть такие люди, конечно, в комментариях, которые пишут. Блин, твои секреты, это просто фигня. Но почему-то заходит каждое видео. Странно. Не, на самом-то деле, я уже очень много всего показал. И все равно я нахожу что-то новое для себя. И если я это не видел или не помню, я стараюсь это показать. Мне кажется, это важно, потому что есть ребята, которые вот только в этом году начали играть. Скорим. Да? Да. Так. Хм. Ничего нет. Разворачиваемся и уходим, да? Но нет. Идем дальше. Идем дальше. Тут уже похолодало. Снежочек, потому что поднялись вверх. И видим какие-то ящики. Подходим немножечко ближе. И находим стеклянные перчатки и книга. Арьер Гард. Которая качает легкую броню. Ну, вы поняли. Тут может быть только легкие перчатки. А вот напишите, вы находили это место, а? Мне будет очень интересно. Я не находил. И между прочим, тут могут появиться даже драконьи легкие перчатки. Но только 46 уровня. Я тут узнал, что оказывается драконьи лут в 20 раз реже появляются, чем любые другие. Тут могут даже, если ты прибежишь на 100 уровне, быть какие-то кожаные. Это спаун. Нужна перед этой локацией. Например, именно если по этим перчаткам, то где-то метров за 200 от руин сохраниться. Прибежать, посмотреть. Ага, фигня. Опять загрузится. Опять дожидаться лучшего лута. Но захотите получать лучшее. Остров Солстейм. Дополнение Драгонборн. И я думаю, вы помните, прекрасно помните этот дом с печальной, грустной историей любви. Да, это дом Кродульфа. Тут будет немножечко порождения пекла. Расправляемся с ними. И да, вы знаете, что тут есть немножечко лута. Да, вы знаете, что тут есть сейф Восточноимперской Компании. Что есть бухлишко с Моровинда. Еще сундучок. Да-да-да, случайным лутом. Подвальчик. Там еще уникальный факел. Вниз можно спуститься. Это все вы знали. Но, ребята, возможно вы не знали, что если мы попробуем, вот видите бревнышко, и оно такое, ну неустойчиво, раз и упало. Странненько. Давай-ка мы вот так вот запрыгнем и попадем на крышу. И тут, оказывается, был спрятан сейф. Ну нифига себе, ребятки. Прибежали в коллегию Винтерхолд. Коллегия магов. Сразу поворачиваем направо. В зал поддержки. И тут читаем. Смотрите. Вот. Сразу направо одна полоса. Вторая полоса. И вот у нас третья полоса. И тут с самого начала. Так. Садимся и по центру. Погодите, я что-то видел. Да. Сундук. Вау. Камни-душ. Различные денюжки. Еще камни-душ. Ух ты, ух ты, ух ты. Ребята, это сундук восстановления. Магия. Пожалуйста. Бесплатно. Робы. Ты берите. Посохи. Дорогущие робы, ребята. Все. Теперь это ваше. Только не забывайте, что это краденое. Придется сбегать в гильдию воров. Но, ребята, опять же. Теперь вот по этой же полосе становимся примерно, ну, где-то вот здесь. И на пересечении вот этих вот линий. Тут сложнее, конечно. Видели? Уже появился. Вот он. Очень важно стать так, как я. Ребята, потому что реально тут пиксель нужно ловить. Но это того стоит. Потому что, на первый взгляд, такой же сундук. Камни-душ. Но, ребятки. Это сундук магии. Разрушения. Да, намного, намного вкуснее. Вся магия. Берите. Изучайте. Все робы. Да, да, да. Посохи. Дорогущие робы. Офигеть. Все. Теперь это ваше. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.